Всем доброе-доброе утро! Сегодня 22 июня 2022 года и мы с нашими чухуашечками всем вам говорим доброе утро с пожеланиями прекрасного настроения и всего самого-самого наилучшего домашнего питомника Стропула из города Симферополя. После очень серьезной грозы сегодня ранним утром, наверное, около пяти утра у нас была невероятная гроза, гром, молния и сильный-сильный ливень. Вот такая лужа у нас даже собралась. Так, ну что, пойдемте тоже гулять. Некоторых собак кормлю дома, чуть-чуть разделяю, нас же много, поэтому девчонки с течками там кушали. Так, пойдем, выходим, мои золотые. Все забрали. Выходим. Так, одни двери первые прошли, идем вторые. Все, приготовились все. Что кричим? Там уже все вас ждут. Выходим. Вот так мы выходим, собираемся и выходим. Все, пойдемте гулять, мои золотые. А кому интересно, оставайтесь с нами. Будем гулять, кушать овощи. Наши собачки с утра позавтракали мясом с сырым, с овощами. Вечером даю им корм. Ну, делаю, как мне удобно. Иногда смешиваю, иногда даю вот так раздельно. Но обязательно мои собачки получают сырое мясо с овощами. Конечно, я рекомендую кормить только мясом с овощами, с костным, витотипичным, правильным питанием, полезным для хищников, для животных. Но учитывая, что у меня большое количество собак мясом кормить не дороже, мясом кормить дешевле. Но собаки маленькие и, допустим, если бультерирую, я могу там кинуть в миску большой кусок и все. А маленьким собачкам мне нужно это все порезать, потому что собаки, конечно, должны грызть, но отрывать кусочки мяса, что очень полезно. Но вот так как, опять же, у нас конкуренция, кто быстрее, поэтому получается, что могут наглотаться больших кусков. И поэтому я... Самое лучшее, конечно, это рубленое мясо давать, но резаное. Очень удобно, если есть на мясорубке... Так, Купидон, ты помощник, не надо. Если есть, знаете, насадка на мясорубку для рубленого, у меня такая вот на обычной мясорубке была, сейчас у меня полупрофессиональная, она такая... Надо на закат сделать эту насадку, пока приходится молоть, ну там, средние дырочки такие, да. Конечно, лучше, чтобы это были кусочки, потому что фаршем мы собак кормим только щенков, и то я щенков уже начинаю прикармливать. Этим же сразу... Господи, наступила на игрушку, думала, на кого-то. Вот так вот мы осторожно уже себя ведем. Так, что здесь творится? Что за куча мала? Фаршем мы кормим беззубых, фаршем мы кормим, ну, старых собак, и то Рошель меня тоже кушает рубленое. У нас все-таки у нас уже одиннадцатый год, у нее часть зубов нет, у нее резцов почти нет, повыпадали, раскачались. Так, ну давайте опять сегодня о чем-нибудь интересном поговорим. Давайте снова о зубах Чихуахуа, но немножко в другую сторону отойду. Пусть это... То есть мы поговорили о молочных зубах, вскользь пробежались о прикусах. Ну давайте сейчас поговорим о прикусах, об исправлении прикусов, как формируется, когда, в каком возрасте формируется прикус непосредственно у породы Чихуахуа. Опять же, еще раз хочу повториться, что... А у кого рождаются какие собаки с каким прикусом? Еще раз хочу сказать сразу, что я делюсь только своим опытом, нигде там прочитала, или там кто-то сказал, только своим опытом и только по своим породам, по своей породе Чихуахуа. Итак, всего существует, скажем так, 4 вида прикуса. Это вы можете посмотреть в интернете. У вообще любых... Ну, мы говорим сейчас о Чихуах. Есть 4 вида прикуса. Это ножницы. Это идеальный прикус для нашей породы и для очень многих, большинства, скажем так, пород. Алешек, ты что не даешь мне говорить? Гермиону завалил голубоглаза. Чем старше становится, у нее глаза прям становятся... У нее нет этих именно голубых глаз мраморных, но у нее просто светлые голубые глаза, так как у нее пигмент мраморный. Ой, голубой. Прошу прощения. Итак, идеальный прикус это ножницеобразно, когда верхняя челюсть плотно прижимается к нижней и верхние резцы плотно налегают над нижними. Это называется прикус ножницы. Бывает прикус прямой. Это когда верхние резцы в прямую, прям один к одному, прижимаются к нижним резцам. И посмотреть прикус можно только в любом. Ну, если вы хотите посмотреть прикус у своей собаки, нужно полностью сжать челюсти, чтобы ни язык там не мешал, ни открытый рот, а именно полностью. И вы тогда увидите. Прямой прикус зубы на зубы. Он допускается у Чихуахуа. Это не считается браком. То есть он тоже считает лучше, конечно, в идеале ножницеобразный, но допускается и прямой. У нас только у одной собаки, ну сразу буду на своих собак отталкиваться, только у одной собаки взрослой, да, прямой прикус. У всех остальных у наших собак прикус ножницы. Вот. Дальше. Это девочка. Потому что, как бы, опять же, я буду так отпрыгивать в стороны, потому что мальчиков мы ищем чаще всего должны искать улучшателей породы. По максимуму, скажем так, идеальных, вот, чтобы улучшать породу. Вот. Поэтому стараться нужно, чтобы именно у мальчика было все намного лучше, чем у девочки. Ну, это тех, которые занимаются разведением. Я сейчас говорю, ну, буду, опять же, отпрыгивать в разные стороны, чтобы было понятно. Сразу поговорим о прикусах, которые, как они влияют на жизнь собаки тоже. Потому что очень важный вопрос. Очень многие люди пугаются там неправильного прикуса. Вот. Об этом тоже поговорим. Итак, первый прикус ножницеобразный, идеальный. Второй прямой, тоже допустимый, тоже, как бы, нормальный допускается. Следующий прикус, это перекус. Перекус, это когда нижняя челюсть, нижний ряд резцов выступает вперед. Может, это может выступать совсем незначительно, может быть, даже один зуб всего выступать. Это уже тоже будет считаться перекусом. Ну, то есть, понятно, да, верхний чуть-чуть, получается, вернее, нижний ряд резцов выступает вперед, если мы челюсти сжали. Этот прикус характерен для, то есть, этот прикус в породе чихуахуа считается браком для выставок и разведения. Таких собак не пускают в разведение. Вот. Но этот прикус, допустим, характерен для бульдогообразных собак, для мопсы, вот бульмастифа у меня, у боксера был такой прикус. Кого там еще? Ну, вот у всех, чаще всего, у бульдогообразных собак, у канекорсы, это считается прикусом идеальным. То есть, для некоторых пород это идеальный прикус. То есть, тут сразу, да, соображайте, если даже у вашего чихуахуа такой прикус, это не говорит о том, что он не сможет с ним жить. Собака прекрасно живет с этим прикусом, он не мешает нормально есть, жить, но в пределах разумного. Конечно, есть, допустим, вот как у английского бульдога, да, перекус до такой степени. Нижняя челюсть выпирает, что аж видны клыки, не прикрываются брыльками, щечками. Это не особо красиво. Вот. Из-за этого мордочка может казаться такой. Ну, я имею в виду, у бульдога это красиво, потому что это породная его черта. А у других пород, где не характерен этот прикус, может, конечно, быть мордашка как раз-таки не очень симпатичной. Я, между прочим, даже по фотографии собаки могу, бывает, определить, что у нее неправильный прикус. Очень многие люди удивляются. Мне как-то предлагали девочку на вязку. Я сказала сразу, что у нее неправильный прикус. Она красивая, хорошая, но у нее неправильный прикус. На что на меня очень сильно обиделись, что я оскорбила их собаку. Я никого не оскорбила, просто сказала, вы должны вообще-то знать, какой прикус у вашей собаки. И, в принципе, как и все многое другое, прикус передается по наследству. Поэтому у щенков от этой собаки, вероятно, рождаются такие собаки, щенки с таким прикусом. Но про это мы поговорим отдельно, потому что даже у двух идеальных собак тоже рождаются щенки. Ну, у мамы и папы с идеальным прикусом тоже рождаются щенки с неправильным прикусом. Что мы часто встречаем в питомниках, ну или вообще у заводчиков. Мы встречаем, что вроде у мамы и папы все в порядке, а у щенка, допустим, у одного в помете может быть неправильный прикус. Я расскажу, почему и как. Вот, следующий прикус это недокус. Что такое недокус? Это когда нижняя челюсть короче верхней. Ну, бывает в пределах вообще незаметных. То есть, чуть-чуть, там вот мы сомкнули зубки, и верхняя челюсть, верхний ряд резцов, мы всегда на них смотрим, и нижний ряд резцов. Если мы поднимем головку, мы увидим, ну, расстояние неплотно сжались, да, то есть, там может быть миллиметр. Миллиметр, в принципе, допускается у чихуахуа, особенно если это щенок или там подросток, все это может исправиться. Но за этим нужно наблюдать. А бывает очень сильный недокус, бывает недоразвитость верхней, нижней, прошу прощения, челюсти. То есть, она может быть в половину короче, чем верхняя. Это уже серьезный недокус. Это считается браком у нашей породы, как и вообще, в принципе, у любой породы. Наверное, этот прикус единственный из... Сейчас еще про один прикус расскажу, не прикуса, а про еще один дефект прикуса, который, ну, недопустим ни в одной породе. Нет такой породы, чтобы недокус, когда нижняя челюсть короче, верхняя, в половину, допустим, там, или, ну, намного, допускался. Нет, это считается браком, и никакой породе вообще в мире не допускается. Вот. С таким прикусом собака тоже живет нормальную, обычную жизнь. Но бывает, конечно, когда очень сильная разница, да, то, конечно, собака, в принципе, ну, не может грызть. Поэтому ей дают более мягкую пищу. Ну, здесь как бы уже... Вот проблем с желудком вы точно не заработаете. Но иногда приходится, допустим, под... Ну, вот, я с этим, опять же, не сталкивалась, но знаю. Рекомендуют подрезать клыки, чтобы они не впивались в десна. Ну, то есть, как бы, это проблема есть челюстная. Вот. Но собаки, в принципе, тоже живут с этим прикусом обычную жизнь. Конечно, не в плане выставок и разведения. Вот. Есть прикус, который... Вот я считаю, наверное, вот когда сильный недокус, это таким вот дефектированным уже именно... Во-первых, ну, визуально у собаки он очень сильно виден. Такая вот, когда недокус сильный, такая, я называю, морда-уточка. Такая, знаете, прям вот вперед такая вот морда, а внизу вот прям ничего нет, так скажем. И, во-первых, это визуально видно, некрасиво, ну, может быть, для кого-то мило. Вот. И вот есть прикус, который, скажем так, для меня он, наверное, самый, я считаю, плохой, так скажем, как вот слабенько так выразиться. Это перекос. Перекос челюсти, это когда мы сжали, когда мы проверяем прикус на выставках, также проверяют, сжали челюсти собаки, чтобы посмотреть. И на самом деле резцы здесь уже как бы могут быть даже в порядке, да, вот вроде бы как ножницеобразные. Но есть еще такой момент, что должны в замок встать клыки. То есть, правильно, зацепиться друг за друга. Вот пасть закрылась, да, и называется клыки должны встать в замок. Так вот, получается, при перекосе челюсти они не попадают, и вот челюсть вбок. И очень часто какие последствия. Опять же, собака может с этим прикусом жить, в принципе, но у этих собак могут и повреждаться небо, да, потому что не попадают клыки в правильный паз, и они могут, ну, ранить десна. И еще один момент, вы, наверное, видели чехла-хва, в которой вбок висит язык. То вот как раз таки в этом случае получается, что язык выпадает на бок. Это бывает в двух случаях, когда у собаки нет зубов, ну, это чаще всего у старых собак. Если у молодой собаки выпадает язык на бок, то это говорит о деформации челюсти. То есть это перекос, в принципе, с этим дефектом собаки тоже живут, но язык сохнет, да, вот он на бок свисает. Бывает, когда собака показывает кончик языка. Вот здесь вообще нет никаких проблем. Тоже можете замкнуть челюсти, если смыкание, и понять, да, почему она показывает. Ну, есть такая просто, ну, как сказать, физиологичность у собачки, которая, у нас тоже там может собака уснуть и язычок такой в кончик показать. Но это не говорит о его перекосе челюсти или там о какой-то деформации челюсти. Но в любом случае вы должны знать, какие челюсти у вашей собаки, даже в плане гигиены. Вы заглядываете, смотрите. Но, скажем так, есть, опять же, встречала людей, которым, когда у нас продавались щенки с неправильным прикусом, человек мне говорит, нет, нет, мне с неправильным прикусом не надо. Я не хочу потом сидеть в ветеринарных клиниках и, типа, не вылазить из них. Я говорю, а по какой причине вы не будете из них вылазить? Ну, типа, неправильный же прикус, значит, собака больная. То есть, на здоровье неправильный прикус, в принципе, не влияет. Если только сильный перекос, может быть, какая-то травма еще, кстати, причиной перекуса челюсти. То есть, вы это можете все, как бы, сами посмотреть не понимаете. Вообще, в принципе, при покупке щенка заводчик может вам рассказать. Хотя, давайте теперь поговорим о смене прикуса. То есть, почему вот очень многие у щенка, да, у подростка, у щенка, почему очень многие вот даже ко мне обращаются, я хочу купить собаку для шоу-разведения. Почему, еще раз повторю, мы не продаем щенков для племенного и шоу-разведения. Потому что, да, у щенка в один месяц вылазят зубки. И мы уже в один месяц, там, пять недель, мы можем уже четко посчитать, сколько там резцов, какой прикус. Но щенок растет. Это касается любой породы, особенно мелких пород. Это самый интенсивный рост до пяти месяцев, просто с гигантскими скачками. Потом начинается смена зубов, и щенок, родившийся, или там, в пять недель с идеальным прикусом, может превратиться в щенка с неидеальным прикусом. Потом, когда в процессе смены зубов собака меняет зубы, так скажем, русским языком, молочные на коренные, в итоге снова все может стать в порядке. И вот тоже у меня часто спрашивают, ну, как-то спрашивали, не часто спрашивают. Вот у щенка, допустим, там один зуб, вчера даже мне писали, удалили там молочные зубы, и один резец портит прикус, да, чуть-чуть выпирает вперед, и вот прям перекус я переживаю. Вот что с этим делать? Ну, сейчас есть, конечно, коррекции этих прикусов, какие-то стоматологические услуги, которые я тоже читала в интернете, изучала в своей программе, вот где я учусь в РКФ, про эти стоматологические услуги, когда там скобы какие-то ставят, там исправляют прикус, ну, чтобы собакой потом можно было ходить на выставки. Ну, скорее всего, это там в Москве делается, в каких-то таких развитых городах с ветеринарией, хотя я думаю, что количество ветеринарных клиник не говорит об их качестве, но все-таки институты есть и в Питере, и в Москве, вот, поэтому есть такие услуги, я о них читала, опять же, смотрела видео, вот, но я считаю, как и, в принципе, любой кинолог, который занимается разведением любой породы, он скажет, что это можно делать только для исправления в плане улучшения жизни собаки, но не в плане того, чтобы потом водить на выставку и заниматься разведением, потому что все-таки неправильный прикус, когда вы его физически исправили, он не исправляет генетики, то есть, если этот прикус передался по наследству, такой неправильный, то ваша собака просто будет давать щенков, не всех, но может, есть вероятность, что будет давать щенков с неправильным прикусом. Бывает такое, что прикус можно испортить, то есть, не заглядывая в рот к собаке, почему мы иногда при смене зубов, когда мы планируем шоу-карьеру, бывает, молочный зуб вовремя не выпал, и он перекрывает нормальный рост, да, и он может реально искривить прикус во рту собаки, испортить ей шоу-карьеру, такое тоже есть. Во сколько начинать беспокоиться о прикусе? Понимаете, чихуахуа собака с интенсивным ростом, из-за своего маленького размера, да, вообще миниатюрной породы, в смысле, они очень, еще раз повторяюсь, очень интенсивно растут, и растут скачками, то вверх, то вниз, в длину, в смысле, вот, то на высоких лапках, то потом на коротких, ну, независимо от типа собаки, да, собака растет скачками, точно так же, вот, когда собака, мы говорим, в 5-6 месяцев, это уже выросшая собака, вот, Леме, 5 месяцев, через 2 дня, он выше уже не будет, но он еще будет очень формироваться, у него будет расширяться голова, задираться носик наверх, если он, как бы, по породиям своей, таков, да, если собака, как бы, скажем, ну, тоже мы это угадать нельзя, это нужно знать генетику родителей, по нескольким пометам, вот, от пары, да, мы смотрим, хотя все разные рождаются, но все равно, то есть, вот, если посмотреть на видео, фото наших девочек, вот, Феодосия и Юля, да, посмотрите на их мордахи, Юля, покажи свою мордашку, вот такие вот они курносые, девочкам Юле 2 года, кстати, Юлечке 24-го или 18-го, Юлечке нашей 2 года уже, исполнилась, мы пропустили, но уж простите, из нашего количества собак, Феодосия осенью ей будет 2 года, ну, вот, смотрите, Юля, Юля, если посмотреть на Юлю щенком, щенок как щенок, а сейчас у нее курносая, широкая, видите, широкая головка, яблочком, посмотрите, как меняется щенок на взрослую собаку, то есть, расширяется еще черепная коробка, челюсти становятся на место, то есть, на это все нужно время, Жорик, покажись, мажор, вот, бывает, конечно, мы, заводчики с опытом, опять же скажу, что когда щенки рождаются, мы уже сразу видим, у кого более вытянутая мордашка, у кого более короткая форма головы, вот, потом это все 150 раз меняется, так же, как и процесс идет, ростом, размера щенка, и сколько ждать, да, чтобы посмотреть, что правильный будет прикус, ну, все очень индивидуально, петушок дрочливый, все очень индивидуально, вот, у кого-то, смотрите, два петуха, потому что девчонки с течками, он за сеткой, глянь, задиры, задиры, Елисей и Мажор, нельзя, сказала, драться, нет, вот, все очень, очень, они меня не слышат даже, отуманены запахом течки, все очень индивидуально, есть такие собаки, собаки, которых, вот, изначально, там, в пять недель хороший прикус, и в собаке все меняется прекрасно, и всегда хорошее, может поменяться по-разному, прекрасно знаете историю с Майбахом, щенок, не знаю, приехал с прекрасным прикусом, потом у него все поехало месяцев 7, наверное, то есть стала вытягиваться мордашка, и появился такой приличный недокус, вот, я ждала, ждала, то есть при смене зубов все могло встать на место, возможно, я объясняла, что со временем у него все сравняется, потому что развивается голова до двух лет, но, так как собака в племенное разведение, я уже увидела этот дефект для выставок и племенного разведения, поэтому мы Майбаху нашли новый дом, кстати, между прочим, Ольга присылала отзыв свой, Майбах чудесно живет с 13-летним своим той перьером другом, вот, дружат достаточно нормально, не играют в связи с возрастом собаки, но гуляют вместе, и друг друга ждут на прогулке, что вот, ну, вот, очень приятно, и потом мне очень понравилось, Ольга, спасибо большое за такой отзыв, что, ну, благодарность, что Майбах воспитан, Нига в куч, ласковый очень, к чужим не идет, к собакам большим не пристает, вот, и что мне понравилось, Мажор воспитывает своего внука, это внук, что мне понравилось, что Майбаху и его другу пошли стричь когти, ветеринарную клинику, Майбах сидел спокойно, а потом, значит, 13-летнему другу-тойтерьеру тоже стали стричь, и она говорит, это был просто шок, что пока стригли Майбаху, тот очень внимательно смотрел, и когда начали стричь, ну, Майбах не шевельнулся, потому что мне все собаки приучены стричь когти, вот, то есть нет никакого страха, никто не кричит, не вырывается, хотя щенки часто могут вырываться, вот это все нормально, просто я уже много раз показывала, как правильно приучать собаку стричь когти, вот, смотрите видео, стрижем коготки, чихуахуа Костропула, набирайте в ютубе, увидите, вот, и говорит, начали стричь этому, значит, своему старшему, старшенькому, а он даже, говорит, не уписался и не крикнул, и дал спокойно себе подстричь когти, говорит, мы 13 лет боролись с этой проблемой, он истерически стрих когти, ну, боялся там, я не знаю, и говорит, то, что он посмотрел, что майбах спокойно отреагировал, и он, говорит, первый раз в жизни отреагировал на стрижку когтей спокойно, говорит, вот всего-навсего нужно было ему такой показательный пример устроить, но дело в том, что это абсолютная правда, потому что собаки, они очень сильно перенимают друг от друга, как и хорошее, так и плохое, почему моя царица, в принципе, живет с нами, а не живет в вольере, но сейчас она уже более-менее себя стала вести, а первое время, когда мы построили эти домики, мы их не так, то есть вот этому новым яслям всего годик, а вот этому вольеру 2 или 3, я уже запуталась, ну, а царице нашей будет 7 в следующем месяце, и она привыкла жить с нами, то есть она очень нервно переносила, когда я ее там оставляла в вольере, а как это проявлялось, она гавкала, сковчала, пищала, шкреблась, и я решила, что я даже не в плане того, ее психику сохранить, да, а в плане не научить другого вести себя точно так же, я стала ее забирать с собой, потому что думаю, если вот эта красавица мне научит себя так вести всех остальных, вот это будет у меня вообще проблема, поэтому собаке еще раз повторюсь, что, и я вот хочу сказать, что мы недавно обратили внимание, на это ушло много времени, но царица спокойным образом остается в вольере, вот, она не любит, когда прям именно закрываю, но вот там вот за загородкой она сидит спокойно, не сковчит, не плачет, не гавкает, то есть на это ушло, простите, 2 года, но она теперь никого не учит, то есть она поняла, что нет никакого страха, она точно так же от других переняла это спокойствие, вот она единственная, и Рошель, она тоже, это как бы собаки первые, но у той совсем другое кино, она очень любит быть с дочкой, где дочка, там и она, дочка в коляске, где во дворе, она должна быть под коляской дома, она должна быть у нее под ногами, под стульчиком она у нее, то есть она везде хочет быть с ней, мы ее тоже не травмируем, ради бога, пусть она будет с ней, как и сейчас, все абсолютно гуляют, все наши собаки, кроме Рошель с дочкой, дочка не захотела со мной идти на улицу, у нас по программе прогулка утренняя, поэтому вот так, вот, поэтому собаки очень хорошо перенимают друг у друга, и точно так же, когда мы там стрижем когаточки, все садятся, ждут, что его позовут, вот, так же вычесываем мы собак, и они спокойно к этому относятся. Итак, вернемся к зубам, прикусу, ну мы поговорили о прикусах, о том, как можно исправить прикус, ну, во-первых, следить за полостью рта собак, ну, щенка, да, если вам важен правильный прикус, ну, наблюдайте за зубками, потом, вот, что может вам пообещать заводчик, опять же, ну, скажем так, чтобы не случилось плохое, то всегда виноват заводчик, но вы должны тоже понимать, опять же, вернемся к правильному прикусу, у щенка в два, в три, в четыре месяца правильный прикус, это не гарантия того, что у вас вырастет собака с правильным прикусом, это не гарантия, даже если у обоих родителей правильный прикус, что у вашего щенка будет правильный прикус, поэтому для выставок разведения собак приобретают только после полной смены зубов, а это не ранее, чем 10 месяцев или год, что очень часто питомники ищут себе там кобелей в разведении уже выросших, уже пройденных там хотя бы одну выставку или две, есть такие питомники, которые выращивают, бывают, сами попользуются этим кобелем, а потом продают, ну, чаще всего так, ну, девочек чаще всего интересных в таком возрасте никто не продает для шоу и разведения, это понятное дело, такая корова нужна самому, есть такое, да, высказывание, то есть, если эта девочка в идеале, то, в принципе, ее никто продавать не будет, когда у нее все сменилось, когда у нее, скажем, все в идеале, и размер для родов, и для шоу, ну, есть, есть, допустим, девочка для шоу, но не для родов, да, 2 килограмма, 2-200, ну, 2 маловато, конечно, 2, и заводчик видит, что, ну, жалко ее пускать разведение из-за размеров, ну, такое может быть, могут, но, понятно, что не для родов, бывает такое, ну, я видела, да, пристраивают достаточно хороших, крепких сук, все у них вроде в идеале, но, наверное, ее попробовали, скорее всего, в разведении, может, она дала что-то не то, потому что собака визуально идеальная, не факт, что она рожает хороших щенков, нормальное количество щенков, вот это тоже для заводчика бывает важно, ну, пока я лично с этим, пока в своей работе не сталкивалась, вот, но в других питомниках, которые существуют, я с этим сталкивалась, вот, ну, как бы, и не считаю, в принципе, не зазорным, что если собаке там 2 года, ей еще можно найти прекрасные руки для любви и обожания, естественно, это гораздо лучше, чем она будет сидеть в питомнике, допустим, и, грубо говоря, ненужная, вот, хотя, каждый к этому относится по-своему и никого мы не будем осуждать за это, потому что племенное дело, работа, это тоже очень серьезная работа, простите, и существует и плембрак, и, который, вот, мне тоже пишут, вот, как вы с ними расстаетесь, вчера там одна дамочка мне писала, как вы расстаетесь, когда, как вы смеете, да, посмотрите на эти глаза, слушайте, ну, глаза моих собак, это, это вообще, это необъяснимая красота, богатство, вот такие вот глаза, вот такие, и не важно, это у щенка, которого я продаю, или это у моей личной собаки, вот, бездонные, красивенные, влюбленные, конечно, все щенки к нам привыкают, любят и меня, и в мою семью кто-то больше, кто-то меньше, и, ну, от того, что у собаки такие глаза, я не могу оставлять всех своими питомниками, и не буду я каждому объяснять, что у меня на сегодняшний день 10 щенков в продаже, 2 щенка проданы, а остальные, это мои собаки, плюс у меня бультерьер, у нас немецкая овчарка, спанель, пожилые собачки, которых мы никуда никогда не деваем, это наши любимые, родные животные, я не буду объяснять, что я не могу оставлять всех щенков в своем питомнике, вот, и мы будем им искать самые достойные семьи, это еще в ответ, ну, мне иногда приходится блокировать таких писак, вы же договор заключаете, чтобы их не выбросили, но я хотела потом как-нибудь сделать отдельное видео на эту тему, о выбрасывании Чихуахуа на улицу, уважаемые те, кто, ну, и те, кто смотрит мой канал, наверное, это и не надо говорить, гости канала вряд ли дослушают до конца, так вот, такие собаки, как выпускники нашего питомника, по улицам не бегают, и не надо мне рассказывать, что такие собаки бегают по улицам, их берут, потом выкидывают, ну, вы купите сначала щенка за 100 тысяч, а потом будете выкидывать, вот, мне хочется ответить, бегают те, которых где-то бесплатно выпросили, те, которые, вот эти потоки, которые лепят этих щенков, раздают подешевле, берут количеством, а не качеством, и выпросили, там, для деток в семью, или, там, для пенсионеров, как бы это жестоко не звучало, а потом эта собака оказалась не такая, у ребенка аллергия, простите, что-то у меня ни разу не было ни у кого аллергии, те, кто купил собаку за 100 тысяч, вот ни у одного ребенка в семье, у меня, простите, очень много выпускников, не наступила аллергия, в конце концов, если будет аллергия, я заберу собаку свою назад, естественно, бесплатно, потому что заводчики не выкупают обратно своих собак, а если вы с ней не справляетесь, то я с удовольствием ее заберу, свою собаку назад, бесплатно, и найдем тогда адекватную семью собаки в любом возрасте, вот, но мы, в том и моя работа и заключается найти нашим выпускникам адекватных, еще раз, людей, которые, слава богу, нам только встречаются на нашем пути, которые услышат меня, как заводчика, как воспитывать, как кормить, я не продаю щенков в семье с маленькими детьми, я всегда уточняю, сколько возраст, мы же очень многие говорят, нам для ребенка, какой возраст, всегда уточняю, когда я слышу, 3-5 лет, у меня был мужчина, который 3 года ребенку, он хочет, ну, типа, подружку ребенку, вы понимаете, что ребенок собаку эту задает, возьмите покрупнее, я очень благосклонно отношусь к тем людям, которые понимают, что рост ребенка, собака, это замечательно, это супер, но возьмите побольше породу, возьмите спаниеля, у меня, кстати, у моей сестры, она занимается английскими спаниелями, буду показывать ее щеночков, на что он ответил, вы что, спаниель может повредить моего ребенка, там, когда ребенок сделает спаниелю больно, то есть за это он переживает, за то, что ребенок может придушить, уронить, ударить, не специально, это ребенок, собаку, это нормально, в общем, в принципе, да, получается, ну, как-то так. Итак, для разведения собаку для шоу берется только после полной смены зубов, все до того, пока зубы не поменялись, не встали в окончательный прикус, это все может развернуться по-разному, и у двух идеальных по прикусу, даже чемпионов, родители могут рождаться щенки с неправильным прикусом, сразу, которых видно потом в процессе роста и развития, у Майбаха папа там вообще супер-купер-купер чемпион, и мама тоже отлично, ну, вот так вот случилось. Почему это происходит? Ну, здесь очень все просто, мы видим маму и папу, мы видим вот даже реально маму и папу, в каждом помете рождаются все щенки разные, не бывает близнецов идеально, бывает чуть-чуть похоже, но это все разные собаки и особи, и разных окрасов, и разных типов даже, бывает, рождаются. Даже у одной и той же пары могут, если, допустим, у меня есть одна пара, которую я вязала три раза подряд, всегда рождались разные щенки, и похожих среди них не было, у кого-то более вытянутая мордашка, у кого-то очень короткая, почти у всех хороший прикус, раз у одного щенка плохой прикус, там перекус, прямой прикус в процессе, вот, ну, не идеальный. Слушайте, ну, ребят, ну, мы же все вроде бы учились в советской школе, или вообще учились в школе, но вы же должны понимать, дай сюда, это улитка, ее нельзя грызть, что у каждой собаки есть однопометники, вот мама, да, она идеальная, у нее есть однопометники, которых я могла вообще никогда не видеть, может быть, у ее родной сестры как раз-таки и был неправильный прикус, к примеру, да, либо тети, дяди, непрямые бабушки, дедушки и родители, допустим, даже если которых вы знаете, и, естественно, это все передается по наследству. Что передастся на данный момент какой-то собаке, одному богу известно, понимаете, тут как бы и так понятно. Почему бывает у двух там собак щенки совершенно не похожи на своих родителей, даже в первую очередь по окрасу или по морде, но вот только, особенно это в нашей породе явно видно, потому что у нас все возможные окрасы допустимые, которые есть на белом свете, нашей породе допустимы. Все возможные, нет брака по окрасу, ну, про мерле мы тоже говорили, есть недопустимый вот этот окрас мерле только в организации РКФ, он не допускает, в остальных организациях и вообще все-все абсолютно окрасы допустимый чухуат, тем эта порода и прекрасна, и интересно, что она вот такая многообразная, и в одной породе многообразие окрасов и размеров от малюсенького до стандартного, и выражение лица у них у всех разное, но у всех есть обязательные, да, параметры. Это головка яблочком, это маленькая миниатюрная крепкая собака с 90%, со стопом 90 градусов, простите, вот, что такое стоп тоже, это переход от лба к морде, то есть явно четко выраженный обязательно, вот сбоку, если смотреть, хорошо видно лобик, чпок так 90 градусов, вот это называется стоп 90 градусов, и независимо какой длины морда, мы обязательно должны видеть эту картину, хочу показать, лава, она смотрит, я покружу, то есть мы должны видеть эту картину, то есть длина морды, тоже там есть желательные параметры, но сейчас, конечно, модно, я уже пошла в другую область, модно короткие мордашки, кстати, эти короткие мордашки, естественно, это прилитые короткие мордашки, прилитие, это понятно, что, да, вот, и потому что посмотреть лет 20 и более назад чихуахуа, конечно, выглядели совершенно по-другому, вот, и сейчас найти вот классическую чиху, на, это вот наша Эня, Энигма, вот она классическая чиха, да, с более классической мордашкой, но обязательно все равно со стопом 90 градусов, приплюснутые мордашки тоже, да, с неба не свалились, естественно, это было прилитие, ну, кто-то этим занимался, улучшал породу, как и другие породы, в своем понимании, и чем короче мордашка, тем бывает, чаще встречаются проблемы с неправильным прикусом, такие как перекус, потому что, ну, это бульдожи, бульдожи прикус, и, видимо, где-то выплывают чья-то работа, ну, в нашем питомнике мы таким не занимаемся, мы занимаемся разведением чистокровных чихуахуа, занимаемся выставочной карьерой, все собачки разные, интересные, здоровые, самое главное, и все щеночки, которые предлагаются на данный момент в нашем питомнике, ну, на сегодняшний день все с идеальным прикусом, так что, ну, в зависимости от возраста будем наблюдать. Все, на этом я буду заканчивать это видео, думаю, мы очень интересно поговорили, вот там, смотрите, купидон, с очень короткой мордашкой, вот, а это наша бажена, у нее не короткая, у нее вытянутая мордашка, но у нее обязательно, как и положено у чихуахуа, стоп 90 градусов, да, переход от лба к морде, что очень хорошо видно. Все, всем пока, до новых видео, до новых встреч, с уважением, домашний питомник Кастропула, всем добра, любви, и любите своих питомцев, такие, какие они есть, и знайте, что вы в него вложили, в своего питомца, то вы и получите в итоге собака-лицо хозяина, если вы хотите приобрести здорового, крепкого щенка, обращайтесь к нам, в питомник Кастропула, плюс 7978-745-8062, мы будем рады, радовать вас, и принять вас в нашу большую дружную семью, с уважением, Екатерина. Субтитры создавал DimaTorzok